День театра Шла премьера спектакля «Мистер Икс». В зале полный аншлаг. На сцене звезды студенческого театра «Улыбка». В роли хозяйки ресторана «Зеленый попугай» выступает преподаватель техникума Анна Сыровенко. Метр до тела «Пеликана» играет старшекурсник Александр Найда. «Пеликан!» «Ну и голосок у нашей хозяйки. Ну и порода. Помесь тигра и гремучий змеи. «Пеликан!» «Безобразие! Какое безобразие!» «На кухне грязь! Посуда не помыта!» «Поседителей нет!» «Кошмар!» «Посуда вся избаловалась!» «Ну ничего, я их приструню и начну с этого старого бездельника». «Господин «Пеликан» в лодке, а я вас искала...» «Ну что я говорил-то?» «Я вас искала с тем, чтобы поздравить вас!» «С тем, чтобы с каждым днем становитесь все глупее и глупее, конца и краю кому не видно!» «Благодарю вас! Поздравила!» «Если так дальше будет продолжаться «Пеликан», вы вылетите из моего ресторана словно пробка из бутылки!» «Спасибо!» «У меня голова идет кругом!» «У меня в зеленом попугай посетителей с каждым днем все меньше и меньше!» «А у моей конкурентки рыжей собаки с каждым днем все больше и больше!» «Все ясное дело дело в мэтр-отеле!» «Ах, мадам Каролина, и вы так говорите сегодня!» «А что сегодня, «Пеликан»? Что?» «Неужели вы забыли? Да ровно сорок лет тому назад я пришел в наш ресторан простым официантом!» «Я был тогда молодым, красивым, высоким, с пышной шевелюрой!» «Неужели вы забыли нашу молодость Каролину?» «Ника, подойдите же сюда! Ну, скорее подойдите! Посмотрите на себя!» «Боже! Боже, на кого вы похожи!» «Ах, как быстро летит время!» «Да, сорок лет!» «А ведь я вспоминаю, как сейчас вы были тогда маленькая, пухленькая, ну, словно поросеночек!» «И вот поросеночек рос-рос! 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 И выросла такая большая свинья!» «Святая женщина!» «То что выросло, то выросло!» «И все в своем!» «Господи, никогда бы не подумал, что вы были ребенком!» «Что вы делаете, пеликан?» «А это все равно тарелки вытирать!» «Почему вы плачете?» «От незабываемых воспоминаний, Каролина!» «На Субтитры подогнал «Симон» 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 Проект «Техникума» Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот тогда мы его впервые ставили, и вот этот костюм как раз-таки был на мне. Вот это была моя заключительная и главная роль. Сейчас у Оксаны Вячеславовны уже другая, но тоже главная роль. С 2016 года она назначена руководителем Ненецкого аграрно-экономического техникума. Театр поддерживает всеми силами. Коллектив принимает участие в городских, окруженных, международных смотрах и фестивалях. И каждый год радует новыми постановками. В числе последних премьера юбилейного спектакля «Призрак замка Кентервиль», который тоже прошел при полном аншлаге. Ну-ну, приятель, поверьте, вы думаете, что своими жалкими фокусами сможете повешать мне в имя прятных сгусток пара? И уж поверьте, я всегда добиваюсь того, чего захочу. И если бы я только поставил целью избавиться от вас, от вас бы не осталось даже легенды. Один из участников спектакля – старшекурсник Максим Филиппов. Будущий спасатель, на сцене играл роль библиотекаря Чарльза Вольтера. Такой интересный персонаж, специфический, так скажем. А в чем специфический? А в том, что он в первую же встречу со всеми другими артистами уже успел приобрести свою любовь. Публика, как всегда, восприняла все на ура. То есть опять зажгли зал. Театр мне вообще дает, я развиваюсь. Развиваюсь в плане и духовно, и не только. Каждый год на небосклоне улыбки зажигаются новые звезды. Они вместе с коллективом растут и развиваются. И даже после окончания учебы, независимо от рода выбранной ими профессии, по словам режиссера Натальи Могильницкой, искусство не забывает. Ведь театр остается с ними на всю жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ